Есть такие, кто любит послаще, а вот я из тех, кто сахар любит очень в меру. И для меня такая выпечка, как булочки шу, самый идеальный вариант. Вот сегодня я хочу приготовить булочки шу с крамблом. Они у меня будут с невероятно вкусной, ароматной свежей клубникой и взбитыми сливками. А мне понадобится сначала приготовить крамбл. Это хрустящий слой. Можно найти рецепт этих булочек шу с таким названием, как булочки шу с кракелином. Так вот, это то же самое, что крамбл, штрейзель. Это хрустящий слой. Мне понадобится для крамбла 100 граммов масла. 100. 125 граммов тростникового сахара. Он дает более такой выраженный хруст. Крамблу 125 граммов пшеничной муки. 125 граммов пшеничной муки. Так как у меня клубника, я хочу, чтобы булочки шу были красивые. Я закрашу крамбл в красный цвет. Возьму краситель сухой пищевой. Насыплю красителя. Так как он водорастворимый, я совсем-совсем капельку капну водички. Совсем капельку. Вот так вот. И теперь моя задача все перетереть это в такое тесто. Руки хорошо отходят от краски. Если вдруг с каким-то трудом они, краска начинает с ваших рук отходить, то просто берете лимонную кислоту или лимон трете и очень хорошо отходит даже от одежды. Уже проверено. Так как часто пользуюсь я красителями. Можно сделать шоколадные. Тогда вместо муки 125 граммов, берете 100 граммов муки и 25 граммов какао. Можно сделать фисташковое. Тогда можно закрасить крамбл в зеленый цвет. В общем, здесь опять фантазии только ваши. Для чего нужен крамбл? В данном случае для булочек. Сейчас я выложу на стол тесто и еще вымешу хорошо на столе, так удобнее, до однородности такой. Это будет дополнительный вкус все равно. Булочки не будут расползаться. И мы сделаем одну без крамбла и посмотрим, как она может спучиться. А с крамблом булочки будут все ровненькие. Это, естественно, еще красота дополнительная. Сейчас это мягкое тесто. Мне надо будет выкладывать его крамбл потом на отсаженное уже заварное тесто. Для этого мне его надо заморозить. Я сейчас раскатаю на пергаменте тонкий пласт крамбл. Где-то приблизительно миллиметра два, но может быть три толщиной. Больше не надо. Воспользуюсь вторым листом, чтобы не прилипало тесто к скалке. И вот так уже гораздо проще работать. Даю подышать тесто вот так вот. И дальше раскатываю его. Так как крамбл мне понадобится порционно, я сразу вырубкой себе намечу такие кружочки. И когда крамбл заморозится, мне будет гораздо проще уже готовые такие кружочки отделить. Вот хрустит, прям нажимаю и хрустит. И этот хруст будет в булочках. Это будет необычно, красиво и вкусно. Сейчас я должна заморозить крамбл, отправлю его в морозильную камеру, а сама буду готовить уже непосредственно тесто для булочек шум. Крамбл замораживается, а я приступаю к приготовлению заварного теста для булочек. Мне понадобится сотейник, 250 миллилитров воды. Я могу даже сразу взять горячую, так быстрее будет процесс. Я отмерю в граммах, поэтому 250 граммов. Вот так вот. 100 граммов сливочного масла. Можно взять мягкое, так быстрее оно будет расходиться в воде. Вот чуть-чуть. Вот так вот. Я нарезаю масло такими кусочками, для того, чтобы пока закипит вода, все-таки кусочками быстрее разойдется масло. Включаю конфорку. Мне понадобится 5 граммов соли, ну, на глаз я щепотку возьму, и 5 граммов сахара. Можно приготовить тесто заварное на молоке. Но, если честно, у меня как-то тесто на молоке заварное, оно со мной не хочет дружить. Все хорошо. Подходить начинает в духовке. Но самый последний ответственный момент почему-то опадает. Для себя я не нашла вот эту ошибку свою, что происходит не то. Но я работаю над этим вопросом, а вот на воде всегда получается хорошо. Пока будет закипать вода, я сразу подготовлю муку. Муки мне понадобится 150 граммов. 150 граммов. 150 граммов ставлю рядышком. Вооружусь сразу лопаткой хорошей, деревянной, крепкой. Жду, когда у меня закипит вода. Вода кипит быстрее. Так, вода, масло закипело. Высыпаю муку. Начинаю интенсивно помешивать. Мука должна вся разойтись без комочков. Хорошо-хорошо перемешиваю. Белых комков не должно быть вообще. И должна проварить я тесто приблизительно 1-2 минуты. Если не проварить его хорошо, постигнет неудача с приготовлением булочек, они опадут. И хорошо, постоянно мешаю, мешаю, завариваю. Ну, вот еще чуть-чуть. Должно получиться однородный такой шар из теста. Однородной консистенции. Такой он эластичный очень. И такая корочка останется запеченная на дне сотейника. Это вот говорит о том, что тесто хорошо заварилось. Выключаю. Перекладываю тесто в дежу. И сейчас буду вбивать туда яйца. 4-5 штук. Последний раз у меня ушло 6 яиц. Будем смотреть по ходу действия, насколько получится текучее тесто. Яйца в заварное тесто вбиваем по одному. Поехали. Каждое яйцо должно очень хорошо вмешаться в тесто. Сейчас вот я остановлю. Бывает так, что тесто налипает на стенки. Тогда останавливайте миксер. Проводите, снимаете тесто с боков. Потому что оно иначе не замешивается правильно. И продолжаем работать дальше. Пятое, пока последнее. Будем смотреть. Все, тесто готово. Вот оно текучее. И вот такой вот квадрат. Ой, какой квадрат. Вот такой треугольник образовывается. Достаточно. Снимаю. Убираю лишнее. Подготавливаю кондитерский мешок. Стакан так удобнее будет выкладывать в кондитерский мешок тесто. И выкладываю тесто непосредственно уже в кондитерский мешок. Количество вообще пирожных из этого теста, в принципе, зависит от величины булок. Чем больше булки, тем меньше пирожных. Беру противень. Я где-то ориентируюсь на два противня. Пергамент. Сразу подготовлю два. И пока подготавливаю, сразу сделаю такую остановочку. Шу выпекается в хорошо разогретой духовке. 180 градусов первые 30 минут. И еще 10 минут. На 160 градусах режим конвекции нагрев вверх-вниз. И теперь буду отсаживать булочки. Очень близко друг к другу не отсаживаем. Потому что они поднимутся. Я делаю на глаз. Вот как-то у меня нет, сколько там надо отжать. Единственный момент заварного теста. Если вы отсаживаете и слышите такой звук там... Все, собирайте все назад в пакет. Иначе эту булку разорвет во все стороны. Но только не все отсажено, а именно на той булочке, где произошел вот этот вот не совсем приятный звук. Это попадает в воздух. Булка поднимется неправильно. А поднимется она или нет вообще, может быть спорный вопрос. Отличительная особенность заварного теста, что выпечка из него внутри должна быть полой. Я отсадила все булочки. Надеюсь, что уже крамбл замерз. Достаю его. Замерз. Беру я теперь вот эти пластинки. И вот так вот выкладываю такими красными шапочками на булочке. Незамороженный крамбл выложить невозможно. Он сразу начнет опадать. И тех трещинок красивых, что делают эти булочки, ну просто потрясающими, не получится. Вот это количество крамбла хватает на все булочки. Но так как он вырезается и замораживается, вот сейчас вот эти вот остатки надо опять оттаять, раскатать, сделать из него вот такие диски, заморозить и выложить на эти булочки. Я сейчас не буду этого делать. Вот этого противня мне достаточно. А как раз посмотрим, что же получится без крамбла. И я отправляю булочки шу в духовку при 180 градусах. Режим конвекция. Выпекать. Через 30 минут, 20-30 минут, в зависимости там, как они будут себя вести, я уменьшу температуру до 160 градусов. И вот что у меня получилось. Булочки шу с булочки шу с крамблом. И вот простые, более привычные нам булочки шу вот без всякого крамбла. И вид-то, да, абсолютно разный. Вот я бы выбрала вот такую красоту. Крамбл дает булочкам ровную поверхность. А без крамбла они вот как-то хаотично поднимаются. Поэтому только вам принимать решение готовить классику или вот классику европейскую булочек шу. Теперь их надо обязательно снять с противня. Потому что если оставить на противне, будет отсыревать донышко. Оно вон какое ровненькое, хорошенькое. Обязательно, обязательно надо их остудить на решетке. Похожие на такие грибы-мухоморы. И эти я вот так вот где-то пристрою рядышком. Убираю противень. Пока булочки остывают, я буду готовить душистую, вкусную, наисвежайшую начинку из клубники. А клубника у меня уже мыта и почищена. Мне ее надо элементарно нарезать на кубики. Ничего я с ней не буду там ее не тушить, никак оставлю ее свежей. Вот таким кубиком я ее нашинкую, порежу. Несколько штук я отложила целых. Они мне понадобятся для небольшого завершения красоты булочек. Я дорезала всю клубнику вот такими кубиками. Приблизительно у меня здесь было граммов 500, полкилограмма. Теперь мне надо приготовить крем из сливок. Я взяла жирные сливки, 35% жирности. Сливки должны быть очень холодные для взбивания, иначе их не взбить. Воспользуюсь ванилином, совсем чуть-чуть для аромата. Добавлю ванилин и подставлю с собой рядышком сахарную пудру, и по вкусу ее буду добавлять. Взбиваю. Сливки надо взбить в такую плотную массу, чтобы они держали в форму. Ну, ложки 3 я добавлю сахарной пудры, и больше уже не буду. Тут главное не перестараться, иначе сливки можно взбить в масло. Я думаю, что больше я взбивать уже сливки не буду. Переложу сразу в кондитерский мешок. Убираю лишнее. А вот теперь, в принципе, я уже буду начинять сами булочкой. Булочки шу. И что мне для этого понадобится? Нож вот такой, ребристый. Потому что они уже остыли у меня хорошо. Буду срезать верхушки. Вот это полые внутри абсолютно булочки. Хорошо, значит, заварилось тесто. И чтобы все происходило быстрее, сразу буду начинять булочки клубникой. Обрезала, начинила. Но крышечки пока, каждые держу вот здесь вот рядышком. И так я проделаю сейчас с каждой булочкой. Не половину я снимаю, а только срезаю. А только вот как бы верхушечку, шапочку булочек. Я выложила всю клубнику, нарезанную на кусочки, по булочкам. И теперь мне надо будет отсадить взбитые сливки. И сразу накрываю шапочкой. И так проделываю с каждой булочкой. Я еще отсажу на три булочки такие звездочки. Покажу только совсем чуть-чуть. Вот несколько таких вариантов. И выложу вот такие четвертинки клубники наверх. Возьму красивое белое блюдо. Выложу сюда вот эти три завершенных по декору булочки. Со скребу остатки сливок, там, что у меня еще можно в пакете наскрести. У меня есть же просто булочки, да, такие вот, без крамбла. Их можно начинить вот так вот сливками и оставить, как булочку со сливками. Она получается такая тяжеленькая, напитается сливками и будет такая же вкуснота. Ну и, собственно, как их булки эти едят? Булочки шу берут и надкусывают. Но у моего ребенка есть своя стратегия поедания этих булочек. Она говорит так. Мама, чтобы удобно было есть эти булочки, надо взять булочку. Ну, представим, что здесь тоже есть еще вот такая пипочка из крема и клубника. Сначала слезать все, что сверху, нажать на булочку, облизать вокруг крем, а потом уже есть. Я пробовала. Это действительно такой вариант. Готовьте только с хорошим настроением. У вас обязательно все получится. Редактор субтитров А.Семкин